Серьезный подъем сезонных инфекций в этом году пришелся на конец сентября. Можно ли говорить о том, что сейчас ситуация стабилизировалась? Регистрируется некоторое снижение. Так, за период 7 октября, 13 октября у нас зарегистрировано 20 551 случаи заболеваемости РВИ, что ниже на 8% предыдущей недели. То есть можно говорить о некоторой стабилизации ситуации, но тем не менее мы по-прежнему остаемся насторожными. Мы ни в коем случае не прекращаем соблюдать меры профилактики, противоедемические какие-то мероприятия, которые мы рекомендуем. И это в первую очередь своевременное отстранение заболевших и недопущение в организованные коллективы детей и взрослых. Эта мера очень эффективна и очень важна. Поэтому еще раз населению, работодателям напоминаем о данной мере. Появились ли в этом сезоне новые вирусы? Многие говорят о новых, более тяжелых формах РВИ. Если это так, то с чем это связано? В Алтайском крае по-прежнему отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии. Это риновирусы, адена, бока и парагрипп. Но эти вирусы, скажем так, привычные для нас. Они циркулируют ежегодно. Каких-то новых абсолютно не зарегистрировано лабораториями нашей ФБУС, Центром генопедиологии. Какой штамм ковида определяют сейчас чаще всего? И можно ли говорить, что после него болеет тяжело? В Алтайском крае у нас зарегистрировано за предыдущую неделю 251 случай. И из них 79 проходит лечение амбулаторно. То есть наглядно о том, что большая часть лечится амбулаторно. И в принципе тяжелых случаев у нас не зарегистрировано на сегодня. То есть все как бы идут в таком нормальном, скажем так, степени тяжести. Тяжелых нет. Появилась информация, что в регионе выявляют заразную атипичную пневмонию. Вот что это за зверь такой? У нас таких данных о том, что она атипичная, нет. У нас циркуляция привычная, как и в том году. С микоплазмой, стафилокопом мы в том году работали. Может быть как-то, я не знаю, распространение больше стало. Но вот именно каких-то атипичных форм мы не наблюдаем. То есть у нас экстренное защищение мы получаем. Мы получаем на гнебольничную пневмонию. И в дальнейшем мы устанавливаем теологию лабораторий, медицинских, краевых медицинских организаций. Из-за имени там или бактерии, или вирус идет. То есть атипичные формы, возможно, это у медиков есть такой термин. У нас, как у эпидемиологов, такого термина не наблюдается. При лабораторных исследованиях у нас в принципе так же, как в прошлом году, отмечается в атиологии микоплазма, стафилококк и другие бактериальные вирусные агенты. Аналогично, что и в прошлом году. Каких-то непривычно новых не отмечается в циркуляции. Небольничная пневмония, она существует уже несколько лет. Небольничная форма пневмонии – это заболевание, которое возникает, получается, не в стен больницы. То есть если человек пролежал там 21 день и там заболел в больнице, то это уже относится к больничной форме, то есть он там заболел. А внебольничная, когда человек ходил в школу, в садик, где-то в торговом центре, то есть эту инфекцию на себя взял, это уже внебольничная. Ну это вот простыми словами. Ближе к осеннему сезону говорили о том, что ковид, в общем-то, уже не так опасен, в отличие от гриппа. Вот когда нам ждать эпидемию гриппа? До какого времени не поздно ставить прививку? И какой способ профилактики все-таки, на ваш взгляд, наиболее эффективный? Потому как вот часто можно слышать разговоры о том, что человек, когда поставил прививку, стал болеть тяжелее, а не ставя ее, вроде бы как переносит легче. У нас сейчас продолжается прививочная кампания против гриппа. У нас поступила очередная партия вакцины. 8 октября в количестве 417 тысяч доз. Это Ультрикс поступил, Флюэм и Савигрип. Вакцина для детей и взрослых. Вакцинация у нас продолжается активно. То есть у нас примерно все равно есть 3-4 недели на то, чтобы привиться. Конец октября, начало ноября возможно циркляться, но может быть она, может, чуть-чуть сдвинется на середину ноября. И вот сейчас как раз еще самое-самое подходящее время идти и ставить прививку. Тем более вакцина есть, она есть на данный момент в достаточном количестве, потому что она поступила буквально 10 дней назад и уже распределена во все краевые медицинские организации. Я настаиваю на том, что вакцинация все равно является основным эффективным способом профилактики гриппа и его осложнений. На примере прошлого сезона у нас было зарегистрировано 152 случая гриппа. Из них 6 человек были с прививками, но они все переболели в легкой форме и без осложнений. Поэтому я все-таки считаю, что лучше привиться, поставить на данный момент прививку, пока у нас есть время, пока не циркулирует вирус гриппа, и защитить себя, своих близких. И призываем в общем население работодателей. Информация о том, что вакцинация против гриппа может привести к заболеваемости, к каким-то тяжелым осложнениям, они ничем не подкреплены, такой информации мы не обладаем. И наши данные только говорят об обратном, что прививка помогает защититься, и защититься не только от самого заболевания, и перенести его в легкой форме, но и также от осложнений, таких как, например, пневмония, которая сейчас у нас и существует на данный момент. Продолжение следует...